В преддверии официальной презентации, которая запланирована в первой половине этого года, компания BYD представила характеристики электрического кроссовера Sea Lion 07. Китайский автопроизводитель впервые показал новинку еще в ноябре прошлого года на международном автосалоне в Гуанчжоу. Это полностью электрический среднеразмерный кроссовер в стиле фастбэк с полным приводом и стильным дизайном. Кстати, своей эффектной внешностью электрокар обязан немецкому специалисту Вольфгангу Йозефу Эггеру, ранее работавшему в Audi Group, где он отвечал за модели Audi и Lamborghini. Компания заявила, что Sea Lion 07 станет более доступной альтернативой в Китае Tesla Model Y. Официальные данные подтверждают предварительно анонсированные спецификации. Он построен на фирменной 800-вольтовой платформе и Platform 3, а его силовая установка будет состоять из одного или двух электромоторов с системой заднего или полного привода. Отмечается, что две из них предусматривают один двигатель с максимальной мощностью 231 или 312 лошадиных сил. У первого варианта максимальная скорость 210 и у более мощного 225 км в час. Двухмоторный вариант включает в себя передний двигатель с максимальной мощностью 218 и задний двигатель на 312 лошадиных сил. Максимальная скорость 225 км в час. Снаряженная масса в двухмоторном исполнении будет самой внушительной и составит 2330 кг. Скорее всего, такую разницу в весе можно объяснить не только силовыми установками, но и различной емкостью тяговых батарей. Автомобиль получит железо-фосфатную батарею, скорее всего, BYD Blade. Информации о емкости аккумулятора новинки нет. Но ранее в китайских СМИ сообщали, что пробег кроссовера как минимум в одной из будущих версий должен достигать 700 км пути без дополнительной подзарядки. Также компания заявила, что новые технологии в кроссовере увеличивают запас хода, безопасность и производительность в условиях низких температур. По информации бренда, при создании купеобразного C-Lion большое внимание было уделено его спортивной составляющей. Поэтому для лучшей аэродинамики машину оснастили скрытыми дверными ручками и двумя спойлерами на крыше и на двери багажника. А для более стремительной внешности заднюю часть автомобиля сделали визуально приподнятой. C-Lion 07 входит в серию электромобилей Ocean с размерами 4830 мм в длину, 1925 в ширину и 1620 в высоту при колесной базе 2930 мм. Для сравнения, он на 10 мм короче, на 25 мм уже и на 60 мм выше, чем BYD Song L. Колесные диски на 19 или опционально на 20 дюймов. Ценовая информация пока не разглашается, но судя по сообщениям китайских СМИ, она будет находиться в диапазоне от 200 000 до 260 000 юаней или в переводе с местной валюты от 28 000 до 36 000 долларов. Ожидается, что BYD официально представит C-Lion 07 в ближайшие месяцы. Спасибо за просмотр! Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok